Наши виноделы, я к примеру говорю, наши виноделы, осталось их на пальцах посчитать, которые еще дышат, но если власть не примет никаких действий, то они станут банкротами и просто все винодельские компании, я говорил винодельские, но не только винодельские, будут собственностью управления в банках, которые брали кредиты, и просто у нас исчезнет отрасль. Точно так же по яблокам, точно так же по консервации, точно так же по всем направлениям, поэтому делать какие-то кооперативы, пожалуйста, пусть делает кто хочет, но это нам не мешает развивать наши отрасли, агропромышленные отрасли. Сегодня у нас есть забитые склады еще виноградом, свежим, яблоками, сливами, консервации, смотрите, что осталось из консервной отрасли. У нас просто почти нет консервных комбинатов. Закрыли, заблокировали, еле дышит. Там идет захват в колоражском консервном комбинате, и те люди, которые там этого делают, рано или поздно всплывет, мы знаем, кто это делает, и полностью ликвидирует еще одно консервное предприятие. Я бы им посоветовал, чтобы они этого не делали. Осталось Сорока, Альфа-Нистру, чуть-чуть дышит Аргеев и Купчин. А больше нету из того, что у нас было почти 60 консервных комбинатов в стране. Почти 60. А то, что конфисковали соки консервных комбинатов у нас в портах Украины, наша власть посуетилась? Она говорит, это не наше дело, это экономический агент. А этот экономический агент платит налоги кому? Не государству? То есть у нас есть возможность не только полностью обеспечить рынок Молдовы продуктов питания, но еще экспортирует как минимум еще на 50% полной мощности. И не всегда можно достичь результата, к вашему сведению, репрессивным или законным путем, как вы говорите, что на прилавках должно быть не менее 50%. То есть обязать торговые, то есть власть должна создать условия. Вот смотрите, очень многие страны, члены международной организации по торговле, несмотря на это, они не принимают прямые действия или законы, а косвенные. И едешь в стране, а я бываю во многих странах сегодня, и смотришь, оно производит шампанское вино, свое, но на прилавках есть и импортное. Но они так регулируют налоги, оплаты разных акцизов, к примеру, что местные товары, вино, шампанское, намного дешевле, чем импортное. И тот богатый человек, но у богатых свои причуды, да, если у него есть деньги, и он хочет выбросить деньги на ветер и купить шампанское, импортное. Такого же качества. Пожалуйста, плати в два раза дороже. Но то, что у нас сегодня творится в ценообразовании, это полная демагогия, полный хаос. Сегодня у нас цены на рынке дороже, чем в Европе. Почему? Потому что в основном идет импорт, есть акциз, есть контрабанда, есть уплаты, есть коррупция. И сегодня мы неконкурентно способны на нашем внутреннем рынке. Поэтому ответ на ваш вопрос короткий. Местная агропромышленная отрасль в состоянии обеспечить качественными, натуральными, хорошими привлекательными ценами товарами нашего общества. То есть наших граждан, да еще экспортируют. Просто надо повернуться лицом к товаропроизводителям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!